Здесь нужно отметить то, что иногда человек делает действие намеренно, которое является обязательным, но награду за это не получает. Перед Всевышним награду за это не получает, но освобождается от ответственности за это деяние. Например, смотри, как это понять. Пророк сказал, Кто употребит спиртное, не будет у него приниматься намаз 40 дней. Кто употребит спиртное, не будет у него приниматься намаз 40 дней. Теперь вопрос, в течение этих 40 дней человек обязан намаз читать или нет? Или может не читать, говоря, все равно Аллах у меня не принимает. Обязан совершать эти 40 дней намаз, но Аллах у него не принимает. Как понять не принимает? Имеется ввиду, смотри, брат, у каждого дела, которое ты делаешь, обязательно в шариате есть два результата. Первое, то, что снимается с тебя ответственность за него. И второе, то, что ты получаешь за него награду. Понятно или нет? Вот это у себя запишите. То, что любое действие, которое человек выполняет, имеет сюда обязательное в шариате, это его действие влечет за собой два результата. Первое, это снятие с него ответственности за это деяние. И второе, возложение на него награды за это деяние. То есть, смотри, нормальный человек совершает намаз. Совершил намаз Зухар. Какое последствие за этим исходит или вытекает? То, что с него перед Аллахом снялась ответственность за этот намаз. То есть, если бы он не совершил намаз Зухар до выхода его времени, так или нет, что было бы в судный день? Он нес бы ответственность за то, что не совершил этот намаз. Понятно или нет? А этот человек совершил намаз Зухар. И этим самым что сделал? Бараат Зимматугу. То есть, его ответственность с его плеч сошла. С его плеч сошла. То же самое продержал Уразу в один из дней Рамадана. За этот день Рамадана он себя снял ответственность или нет? Себя снял ответственность. А второй день не продержал. Снял ответственность или нет? Себя ответственность не снял. И второе последствие, которое идет за совершением деяния, это возложение награды за него за это. То есть Всевышний не просто снимает с тебя ответственность и ничего тебе за это не дает. Так или нет? Он снимает ответственность плюс дает награду. Так вот, бывают иногда такие деяния, которые человек совершает, и это деяние обязательно, и совершает его с намерением выполнить приказ, но Аллах снимает с него ответственность, но награды ему за это не дает. Понятно или нет? Как в данном случае? Пророк сказал, кто выпьет вино или что употребит спиртное, у него не будет приниматься намаз 40 дней. Что значит не будет приниматься? Имеется ввиду, за 40 дней сколько он совершит намазов? 200 намазов обязательно, так? Каждый день по 5 намазов, 200 намазов. За 200 намазов Всевышний с него ответственность снимет, но не примет эти намазы от него, имеется ввиду, не даст ему за это награду. Поэтому он все равно обязан совершать этот намаз. Не может сказать, Аллах от меня не принимает, поэтому я не буду намаз совершать. Так или нет? И теперь